Уже девятый раз областной фестиваль керамики «Живая глина» собирает в детской школе искусств номер два лучших мастеров гончарного искусства – керамистов. В этом году в Саров привезли более 700 работ от участников из разных регионов России, в том числе Нижегородской, Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Свердловской и Иркутской областей. На выставке так много экспонатов, что их еле разместили на стеллажах, рассказывают сотрудники ДШИ номер два. Фестиваль «Живая глина» в этот раз посвятили году педагога и наставника. Сегодняшний фестиваль мы решили тоже посвятить такой профессии, как преподаватель, педагог. И открыли несколько новых номинаций. Это методические разработки по керамике и гончарному искусству и специальная номинация, которая называется «Твои уроки бережно храню». Также номинации – это декоративное панно, базы, сосуды, гончарные работы и ассорти. Также на выставке можно увидеть интерьерную керамику, изразцы, дивеевскую игрушку. Фестивальные работы выполнили как учащиеся, так и педагоги. Глиняные изделия поражают своим многообразием, богатством цвета, мастерством выполненных деталей и сюжетов. Каждый экспонат интересен по-своему. Например, на выставке есть большой причудливый светильник из Нижнего Новгорода, который красиво светится в темноте. Также у нас в фестивале проходит персональная выставка Вильхина Анастасии. У нее очень замечательные работы. Она у нас отучилась пять лет, закончила и продолжает, как говорится, еще лепить из глины. И у нее очень замечательные работы философские. Если их рассматривать, то каждая работа со смыслом. Там есть у нее работа цирк, где она подошла основательно. Там вылеплены каждая деталь. В программе фестиваля также предусмотрены многочисленные мастер-классы, лекции, беседы об искусстве и конкурсные мероприятия для учащихся ДШИ, педагогов и жителей города. 14 декабря пройдет торжественное закрытие фестиваля «Живая глина». На нем подведут итоги и наградят победителей, призеров и участников. Выставка уникальная. Но про выставку долго говорить нельзя. Выставку надо смотреть, потому что здесь собрана удивительная совершенно работа. Поэтому я с удовольствием хочу открыть этот фестиваль, пожелать всем новых творческих успехов. Мне очень хочется, чтобы эта добрая традиция жила еще долгие-долгие годы. Выставка продлится до 14 декабря. Посетить ее можно в рабочие дни с 11 до 18 часов, в субботу с 11 до 15. Запись на экскурсию по телефону 9-51-84, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.